Здравствуйте, с вами Татьяна Ковальчук. Я приветствую вас на канале Канадская Деревня. У нас сегодня 23 декабря, 10 часов вечера, и у нас шторм продолжается. Снежный буран, очень сильный ветер. Сейчас у нас отключилась электроэнергия уже 20 часа назад. Вот, мой муж получил смс-ку на его телефон, что у нас света не будет до 6 часов вечера завтрашнего дня. Вы представляете, у нас есть генератор, я сейчас вам покажу. У нас есть генератор, но генератор подключен только к дому. Вот, а в нашем сарае у нас генератор тоже был, но мы его, ну почему-то, не почему-то, а мы его унесли в дом, вернее в сарай, где стоит наша лодка. Вот сейчас посмотрите, замело много снега здесь, вот, а муж тут что-то делал. Ой, господи, ну у нас есть, у нас здесь оказались щели, но у нас такого еще не было бурана, честное слово, это что-то страшное. Вы посмотрите, что творится, вообще не видно, дома свет там есть, потому что у нас там работает генератор, вот, а здесь, как в сарае, генератора нет. Ветер очень сильный, много очень снега, а прям в юго у нас. Завтра обещают то же самое, но и послезавтра, надеюсь, все успокоится. Но если завтра будет то же самое, я не знаю, наши, наши, а, как его, здесь что-то снег идет, откуда-то, не знаю. Вот, а значит, а если завтра будет, завтра будет такая же погода, то электричество нам вообще не видать. Вот, никто здесь заморачиваться с этим не будет. Один раз у нас не было вообще три дня электричества, вот, но мы вот как-то так на генераторе выжили. Но у меня вопрос другой, у меня Люся, вон, не мычит, не телится. Хотя это хорошо, я молю Бога, чтобы она сейчас хотя бы не телилась, хотя бы до утра подождала, потому что, во-первых, ничего не видно. Я, конечно, поставила свечи, у меня еще есть свечи, если что, я, конечно, их принесу. Ну, и тем не менее, вы знаете, в темноте, ну, я не знаю, как получится, как получится, так получится. Вот, будем принимать роды. Будем ходить все равно мониторить ее каждые два часа, но пока, пока она вроде, вроде так ничего. Но это все может, конечно, ситуация может очень быстро измениться, и родовая деятельность может начаться в любой момент. Вот, ну, вот так вот вышла в эфир, думаю, вам покажу, какая у нас тут обстановка, да, Люля? Люш, ну, сейчас я пришла, вот, убрала каждый, коровы сегодня никуда не ходили, стояли целый день в сарае, потому что очень много снега, и ведет это все, им не нужно туда ходить. И вот я постоянно, или муж, или я приходили и убирали здесь немножко, убирали навоз. Вот, но все равно, вон, наша рыбка испачкалась, но ничего страшного. Ну, вот, будет, когда тепло, я ее, по-моему, Люся испачкалась, ну, не так сильно, слава богу. Люсенька. Вот так я приготовила уже здесь опять свечку, еще одну здесь, вот, спички. Ну, надо будет, как говорится, еще принесу, вот. Так что, такие вот дела. Меня Наташка попросила поставить свечку в эту самую ведерко, потому что, как бы, боится, она вдруг что-нибудь сгорит. Ну, ее можно понять, в школе их учат, как бы, всяким премудростам. Вот такие вот дела, на этой ноте закончу свое видео. Подписывайтесь, ставьте лайки, ну, как что-то будет новое, вам выйду в эфир, все покажу, расскажу. Всего доброго, пока-пока, спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok